Вставай А вот и мы, и утренняя шоу-будильники, у тебя сейчас позитив Жень Таранова Мы тут за кадром обзывали друг друга по-доброму, на самом деле Женьке нравится это название Я говорила, Сережа, ты по знаку зодиака не баран ли? А я говорю, Жень, ты швайн, швайн-то Слушай, Жень, помнишь подарок-то этот наш замечательный? Это символ, кстати, я забыл здесь, это символ азиатских игр 2014 года, кстати, которые были Между прочим, кто это? Это тюлень, помнишь, кто нам подарил? Да Чемпионка по фехтованию Республики Казахстан Вот Друзья, сегодня пятница Пятница А пятница, развратница Так что сегодня будут гулять все, особенно Женька, она любит пятницу Нет А еще называют питницей, мне кажется Питницей нет, мы за здоровый образ жизни Особенно Женя Сережка за развратницу За пятницу Развратницу А Женька за питницу И мы нашли все-таки друг друга Подобное притягивает подобное Друзья мои, давайте просыпаться вместе с нами Сегодня у нас интересная очень тема Будем с Сережкой обсуждать ее Ну а пока что нужно зарядиться хорошим настроением под хорошую музыку Что с вами сейчас и делает Да Доброе утро, Казахстан Надеюсь, вы проснулись под замечательную Женину музыку Спасибо, спасибо Она любит такие клипы Кстати, я хочу сказать, что на самом деле Жень, у нас есть смс-портал Все могут писать туда смски Общаться и желать друг другу доброе утро На самом деле Между прочим, да А то все забыли, наверное 3-1-4-1 Кто не знает Я вот сегодня, знаешь, проснулся же и не хотел у тебя спросить Веришь ли ты в карму? В карму В карму В судьбу В карму В карму Ну, знаешь, я, может быть, и верю, что судьба, она существует Существует Но каждый делает свою карму Ну а смотри, вот ты едешь, я не знаю, там в такси, на машине, да Тут какое-нибудь утреннее, ну, радийное шоу, да, когда у нас будильников еще не было Ты ездила, слушала И смотри, там вот начинают говорить гороскоп Ты просишь, чтобы сделали погромче? Да, да Все-таки ты веришь, да? Мне кажется, все люди верят вот этим гороскопам Но я как-то скептично к ним отношусь Хотя я все равно, понимаешь, вот я не знаю, я не верю в гороскопы Но я все равно говорю, а сделайте чуть-чуть погромче И понимаешь, я начинаю верить в них, когда все А знаешь, вот мой такой, наверное Причем в хорошее только Вот я хотел сказать, я верю только в хорошее А потому что и гороскопы только хорошие звучат Ну, между прочим, да Мне кажется, если бы звучали нехорошие, повально у каждого была бы депрессия Ну, ты понимаешь, вот прозвучал, да, плохой гороскоп И ты уже себя настроил, понимаешь И поэтому у тебя все будет плохо А если прозвучал хороший гороскоп, ты думаешь, о, и настроение поднялось И все, значит, будет хорошо Вот смотри, здесь задали вопрос Кто верит в гороскопы, в совместимость знаков зодиака, кто за, кто против Девушка пишет, я за, только за индивидуально собственный гороскоп на определенную пару людей Между прочим, я тебе хочу сказать Вот так В совместимости, что этот знак вот с этим может быть, а вот эти и не может быть Ну, ты знаешь, это, мне кажется, даже не в гороскопе дело, это работа над отношениями, мне кажется Вот это самое главное Знаешь, надеяться на знаки зодиака Или там что-то у вас не получается, да ты говоришь, да ты просто овен, поэтому, а я там козерог, поэтому у нас ничего не выходит Вот это неправильно, друзья мои Если любите, если считаете, что это ваш человек, нужно бороться и, наверное, прикладывать какие-то усилия для того, чтобы быть вместе, а не верить всем знакам зодиака Ну а смотри, у тебя бывало такое то, что ты, получается, не можешь найти общий язык с какими-то знаками зодиака, вот определенными У меня вот, например, я не знаю, что за карма меня преследует, я почему-то, у меня туго налаживаются отношения со скорпионами А ты кто по знаку зодиака? Козерог Козерог, да А потом у нас все нормально, но вот начальные всегда терки есть, я не знаю, почему, может это Ну, ты знаешь, я никогда, если честно, не спрашиваю человека, слушай, ну, для того, чтобы нам с тобой общаться, ты не должен быть козерогом, допустим, да, тем же Я не знаю, когда у кого, у какого знака день рождения, потому что вот многие, я там спрашиваю, Антем, какого у тебя день рождения? Я там говорю, 25 января, Антем, ой, так ты ж водолей! Я это никогда в жизни, я не знаю, у кого, какой знак, у кого, у какого знака, точнее, какие числа день рождения Давай посмотрим видеоклип, а еще знаешь, что, сегодня мы прочитаем гороскоп на 26 декабря для каждого, так что смотрите и слушайте О, вау! Да Доброе утро, Казахстан, это самое-самое безбашенное, самое необычное, потому что у нас комната, утреннее шоу, да, где вы еще такое видели? Утреннее шоу, просыпаемся мы в этой же комнате Жень, знаешь, да, я хочу начать эту студию с гороскопа для всех знаков зодиака на неделю, это получается до 28 декабря действует Слушай, активный деловой период начинается с новолуния, открывая возможность для поиска новых источников дохода или перехода на другую работу Хорошее время для организации новой структуры, объединения союзников и наведения порядка в делах Начало недели потребует пунктуальности и соответствия даже в бытовых делах и семейных вопросах Вот, с четверга, с четверга это значит вот вчера, да, со вчера начинается хороший период для дружбы, завязывания любовных отношений, путешествий Вау! В выходные дни провести без деловой нагрузки и суеты, не рекомендуется злоупотреблять алкоголем Так что питница тебе не удастся, Жень Нет, подождите, ты кого гороскоп читаешь? Всех, общий я сказал, ну слушать нужно немножко просто, знаешь, твоего соведущего Ну вот, с другой стороны, когда говорят, допустим, гороскопок, да, там, удачный день для перехода на другую работу Вот сейчас все, понимаешь, все миллионы бросили свою работу и побежали искать другую, ты понимаешь, что это? Нет, это может относиться к тем, что вот у кого-то с работой не ладится, и вот он все думал, когда же мне уже уйти Все, я уже нашел другую работу, не решался, а тут Сережка с Женькой прочитали гороскоп и побежал Понимаешь? Или там, вот сегодня у вас любовное отношение будет на высшем уровне Вот как, понимаешь, мне кажется, все равно, как ты сам захочешь, как ты сам пожелаешь Ну да, наверное, так и есть Мне кажется, так и будет, хотя гороскоп, многие в гороскоп верят А когда верить начинаешь, да, и когда начинаешь об этом думать и проговаривать, то мысли у нас же материальны Ну да А если сбываются хорошие гороскопы, то ты невольно начинаешь верить именно им Да, ну вот смотри, давай гороскоп для Овна Овны, слушайте, это все на неделю Так Ну вот уже она заканчивается, но все В период первой половины недели необходимо было удержаться от поспешных поступков В любой ситуации лучше всего действовать рационально, так как сейчас большая вероятность разрушить то, что было создано Особенную аккуратность нужно проявить в карьере Бесполезно доказывать другим свою точку зрения, только зря потратите свои ресурсы Это был гороскоп для Овнов Так, а для водолейчиков там есть что-нибудь? Давай, для водолейчиков Ну, давай все-таки, наверное, по порядку Давай Давай к тельцам Тельцы Это вот на всю неделю На этой неделе не стоит играть с законом Ого, даже так Даже если появляется возможность решить вопрос обходными путями, лучше уберечь себя от неприятностей Последствия могут быть серьезными, скорее всего, не избежать стресса в вопросе оформления деловых бумаг Вторая половина недели даст время, чтобы расслабиться Это вот, наверное, пятница для вас, дорогие друзья Это для тельцов Мне кажется, пятница для всех знаков зодиаков Да, и вот смотри, встреча с друзьями окажется очень увлекательной и полезной Слушай, у меня правая рука зачесалась, это значит, что... Ну, Жень, мы дойдем все-таки, мне кажется, до тебя и должны послушать Ну, а смотри, а у тебя есть те друзья, которые, ну, верят прям гороскопам? У меня сегодня вот так, я не могу Мало того, что есть, у меня очень хорошая подруга, она сама рассчитывает себе гороскоп Она как-то там по звездам вычисляет, что сегодня ей будет И каждый день там раскладывает карты на свой знак, понимаешь, вот она, я не помню, весы, по-моему, что ли она И вот она каждый день, она говорит, Жень, давай я тебя насчитаю Я говорю, ой, нет, говорю, спасибо, говорю, сейчас ты мне там насчитаешь, насчитаешь У нас же есть с тобой одна знакомая, которая хотела увлекаться этим, читала книжки Купила себе карты Карты Таро, да? Да А что, как у нее сейчас продвигается это дело? Ты знаешь, никак Затухла Я помню Ты знаешь Был такой случай, она мне что-то раскладывала Да, 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 да И что у тебя что-нибудь было? Она не смогла распознать карту А Толкование не смогла распознать То есть, ну, ты понимаешь, есть же специальные люди, к которым ты приходишь, они тебе составляют индивидуально Ну вот, наша же знакомая Сулу Ахимова Ну, там нумерология Нумерология, но это же тоже С гороскопами Да, она же говорит, какой счастливый день, какой нет Я верю тем людям, которые действительно занимаются этим профессионально, да, и знают, что они говорят Они просто так вот, ты начинающий книжек начитался, там, пришел Так, Сереж, давай я тебе сейчас разложу-ка карты и расскажу, что тебе день грядущий готовит Я знаю, что я тоже могу быть, понимаешь, таким специалистом и сказать, что через минуту нас ждет самый лучший клип на лучшем музыкальном И он будет, понимаешь? И он будет, именно, Жень, ты наш экстрасенс, наверное, смотрим, друзья Доброе утро, наши с Женькой друзья и постоянные телезрители телеканала Музон Жень, я хочу, знаешь, начать эту студию с нашего с тобой случая Помнишь, мы сидели в одной кофейне Встретили свою знакомую И у нее была подруга, которая рисует что-то, предсказывает Или, а, она дает характеристику человеку И помнишь, она сидела с нами И наша подруга говорит нам потом в тихушку Вы дайте ей немного денег Говорит, вот самую мелочь А у нас с Женькой не оказалось мелочи? А, нет, была мелочь, но были крупные, да? Были 500 и были А, нет, были на карте Были на карте и были, нет, у нас еще было, по-моему, 500 ценги И она говорит, вы ей много не давайте Дайте ей 500 ценги А нам, Сережа, так было стыдно Ну, как человек Нет, Жень, мы начали, ну, я не знаю, просто ржать Я вот начал, у меня слезы текли Потому что я хотел смеяться, я смеялся Но в итоге мы не дали ей этих денег Потому что нам было стыдно дать эти маленькие деньги Было дать мало денег А во-вторых, мне было как-то не очень охотно отдавать большие суммы денег Только потому что она там сказала Ну вот, ты молодец Вот, ты молодец Жень, давай, близнецы у нас дали На этой неделе стоит быть осмотрительнее и не ввязываться в дела, которые могут увеличить риск стрессовых ситуаций Вечеринки и случайные связи не принесут ни радости, ни пользы Лучше предпочесть Предпочесть, да, уединение с природой, вот Так что вам, дорогие друзья, нужно не в клубы, а на природу В вопросах финансов нужно тщательно взвешивать все за и против Иначе можно понести убытки К концу недели удастся взять все под свой контроль Наверное, вы уже взяли Спокойно пройдут перемены в карьере Укрепятся отношения в коллективе Вот это все было у близнецов Что будет у тебя, не знаю дальше Смотри, у нас дальше раки Раки Раки, кстати, наш Димка друг, рак Димка шок Да, рак он безбашенный Вот слушай, на этой неделе все ресурсы уйдут на достижение гармонии в личных отношениях Кстати, у него потом спросим, как с этим дела обстоят В первой половине недели спокойствие будет призрачным из-за непредсказуемого поведения вашего партнера Не стоит предугадывать поступки других, ничего кроме стресса это не принесет Возникнет ощущение недостатка поддержки со стороны любимого человека Это все видно о делах любовных Это всего лишь трудный период К концу недели появится возможность восстановить гармонию в союзе Рекомендуется совместная поездка, которая максимально сблизит вас с партнером Так что раки, берите из своих друзей свою вторую половинку, я не знаю, и уезжайте на природу Ну, Женька, конечно, в WhatsApp переписывается, я понимаю, что ей это не интересно Нет, я жду про... Ну, у нас как бы эфир нужно вливаться в это Очень срочно было ответить, я хочу все Водолея услышать, понимаешь, я жду, жду, жду Нет, мне кажется, Водолея ты не услышишь А услышь лучше музыку на лучшем музыкальном Нет, вот смотри, здесь пишет... Господи, как прочитать? А, Наташа пишет В гороскопы я верю, в совместимость не верю Коротко и ясно Вот это правильно, понимаете? Но причем без основания причин почему-то Вот почему она в это верит, а почему в это не верит Так мы уже, понимаешь, здесь с тобой обмусолили эту тему Почему мы верим в гороскопы, точнее не верим в гороскопы, но все равно их слушаем Все, давай, Женя, будем за кадром мусолиться, а сейчас посмотрим видеоклиф Давай Жень, опять ты там кому-то по личным делам отвечаешь? Личностным Смотри, раков мы уже прочитали Напомни тему, Жень Какую мы с темы сегодня обсуждали? Тема сегодня у нас гороскопа Верить им или не верить все-таки Я не знаю, читать, следить за ними Да Или все-таки оставлять их для тех людей, кто... Вот смотри, гороскоп на эту неделю для львов Вот Домашние хлопоты будут только угнетать самый... А семья отойдет на второй план Воспользуйтесь этим порывом и подайтесь импульсу Подходящее время для творчества и спорта Интересны могут оказаться светские мероприятия Женя у нас любит подсветские мероприятия Но ты не лев, к сожалению К сожалению Сильные эмоции получат те, кто находится в романтических отношениях Ну ты слушай, ты знаешь, я сейчас послушала гороскоп Ну вот прям все взяли, понимаешь Все сферы, наверное Нет, подожди, ну не может быть во всех сферах Все вот так вот прям хорошо и так гладенько и отлично Смотри, и в любовных у него есть там И в светских у него там все хорошо Там и в спорте у него отлично И домашние хлопоты его не ждут Нет, мне кажется, такие гороскопы наоборот направляют человека Они настраивают, но они, понимаешь, они настораживают В том, что всегда все хорошо не бывает Вот смотри Симон Кабанов пишет Я против любого гороскопа совместимости Так как жизнь доказывает обратное Несовместимость совместимых знаков И совместимость несовместимых Ну, понимаешь, уже учеными доказывают Плюс и минус они как-то соединяются между собой Смотри, Аяна пишет Очень интересно Я не верю, большинство людей говорят Козероги тихие послушные фигматики Нет, я по себе не скажу Дальше она пишет Жаль, но я А, напишет жаль, но я-то холерик И находясь с козерогом, сестренкой Сделать типичным холериком Самое интересное, что я узнала Это когда проходила мимо одной девочки Которая толкнула парня на лужу И тот заплакал И каково было мое удивление Когда я узнала в ней свою Оленьку Вот в тихом омуте мы с Женькой Всегда эту фразу говорим Я вот еще раз говорю Что какие-то моменты, да Которые описаны на каждый знак заят Они совпадают Но не совпадают вот эти постоянные гороскопы Ежедневные гороскопы А вот общая характеристика Общая, да Смотри, давай для дев прочитаем Благоприятный день для новых действий Это может касаться разных аспектов жизни Главное постараться делать стремительные и смелые шаги И даже если они будут не совсем привычным Необычные задачи или интересные знакомства Помогут включить изобретательность Проснется активность Для успешных результатов Лучше всего начать со своего внутреннего мира Перестройтесь на нужную волну И многие заиграют А и многое заиграет яркими красками Это девы Так что Так, давай еще Еще Весы Весы, 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 весы У меня тоже, кстати, мама весы Рутинными делами, включая бытовые, занимайтесь по... Че ржешь? По остаточному принципу Не пропустите удачный момент Это прекрасный день для начала реализации любой креативной задумки Таковой может стать ваш новый бизнес Женькина больная тема Незнакомый ранее вид спорта, технического творчества или активного отдыха В общем, пусть наши мамы собираются и идут в горы Да Или куда-нибудь А вот смотри, самое интересное Многих весов взбодрит предпраздничная суета Организация отпуска подбор компаний для встречи Нового года Ой, когда же он уже наступит, Сережа? Он уже наступит очень скоро Давай, а сейчас мы посмотрим видеоклип, потом продолжим болтать о гороскопах Ты до Водолея дойдешь? Дойду Когда-нибудь дойду, Жень Все, тогда в следующей студии мы узнаем, что же меня ждет Хорошо Друзья, в этой студии мы узнаем, что же ждет Женьку в гороскопе Сегодня мы, кстати, обсуждаем тему гороскопа, верите вы или нет И я читаю гороскопы на всю неделю Вот, для каждого знака зодиака Вот смотри, смотри, мой любимый скорпион Так, от пробных перемен рекомендуется переходить к систематическим Заранее предусмотреть полную программу своих дальнейших действий Будьте готовы к тому, что фронт работ окажется больше предполагаемого И потребует от вас удвоенных усилий или обращения к каким-либо резервным мощностям Мне кажется, здесь непонятные все слова Что-то какие-то странные слова Я даже ничего и не поняла Вот смотри, стрелец Стрельцы, слушайте Так Есть ли у нас стрельцы или нет? Не знаю У меня и знакомых нет Многое зависит от вас Как знаешь, необычно, да? Развивайте самодисциплину Проявляйте больше критичности и практицизма Практицизма Да Подумайте, за что вы готовы взять ответственность На кого из окружения можете положиться Важные вопросы Финансирование, безопасность, модернизация, производство, обновление или чистки кадрового состава Знаешь, мне кажется, чем дальше гороскоп, тем сложнее его выговаривать и понимать Да, смотри Гороскоп должен написан быть простыми словами Сейчас мы читаем Козерогов Меня! Что же меня ждет на этой неделе? Ну-ка Лучше действовать поэтапно Любой шаг повлечет за собой цепную реакцию перемен в разных сферах жизни Импульсивными поступками вы создадите еще больше проблем, чем было прежде Не стоит делать ставку на энтузиазм и скорость Устанавливайте собственные приоритеты и индивидуальные темпы То-то же То-то же, да Слушай, ну до Водолея давай уже дойдем Нет, да Потому что у нас уже последняя студия, понимаешь И я хочу уже, я хочу уже услышать До Водолея давай мы все-таки в конце уже дойдем Ну а сейчас почитаем отзывы Отзывы людей в интернете Они все-таки верят или не верят Давай Смотри, Мария Соколова пишет Я полностью доверяю гороскопу, но только личному и составленному по несколько дней Тоже я доверяю и совместимости знаков зодиака Потому что создала семью с человеком, которого искала по совместимости знака зодиака Вот видишь, она противоречит всем твоим убеждениям Слушай, ну я не знаю Пузырики и слюни как не пускаем, Жень? Это неприлично, как минимум Пузыри пускайте Я не пускала пузыри Я надувал все пузырь слюной Ладно, сейчас не об этом Мы о гороскопах? Да, мы о гороскопах Смотри, Надюха Симохина пишет Мне гороскопы говорят, что я никак не могу контактировать с козерогами Хотя у меня мужчина козерог Начальство козерог И все у меня отлично Понимаем друг друга с полуслова Наверное, я этот бред А, наверное, это бред Проще говоря А проще говоря, посмотри сейчас клипы, вернуться и прочитать Водолея Да, и уже попрощаться Проще говоря Давай Наконец-то, друзья, мы дошли до Водолеев До Водолея Слушай Я ждала это всю программу, понимаете? Планируйте свои мероприятия заранее Разрабатывайте выгодную стратегию Утром прикиньте порядок действий на весь день Чтобы не хвастаться за все дела А, господи, не хвастаться за все дела одновременно Так Не исключено, что вы Развернете активную деятельность Направленную против тех, кто долго досаждал вам Учитывайте силу конкурентов Особенно их авторитет Про меня Так что тягаться будет очень трудно Смотри, мы Водолея прочитали И давай, наверное, уже последний знак зодиака рыбы Давай К ним перейдем и будем уже прощаться Осваивать новые знания и приемы лучше сразу на практике Можно дать импульс новому витку профессионального роста Приобретению уникальных умений и навыков По возможности рассчитывайте свои силы Поскольку Перенапряжение негативно отразится на вашем самочувствии Не создавайте почву для конфликтов с коллегами Жень, хватит уже переписываться в ватсапе Уже третий раз я тебе об этом говорю Так, что ты все дочитал? Я уже все дочитал Ну что, мой друг, до нового года посчитай сколько дней то осталось Вот сегодня пятница Сегодня пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда Пять дней Пять дней Друзья, через пять дней мы будем Праздновать 2015 Деревянную козочку ждешь? Нет, не жду А ты ждешь? Я очень жду И пусть мой знак гороскопа, знаешь, несмотря на то, что пишут Плохое, неплохое, принесет мне только лишь хорошее Принесет мне только самые добрые чувства Жень, это ты будешь говорить 31-го, хорошо? Светлые чувства Я хочу сейчас 31-го, а сейчас Понимаешь, чтобы уже в космос мои мысли улетели и вернулись ко мне еще больше Ясно А сейчас мы пожелаем все-таки, я не знаю, отличных выходных нашим телезрителям Доброго вам утра и, конечно же, новогоднего настроения И главное, чтобы они были здоровые эти выходные Выезжайте на природу Вот так сказал Серж Позитив, его примеру и последуйте Вставай, с первыми лучами вставай Целовать не забывай С дыханием природы вставай Вставай